Привет, ребята! Мы в «Бэк Лайфсуме» в Украине. Меня зовут Ивана. И сегодня мы в «Тюризе маркет» в Украине. И мы встретим девушек, чтобы ответить наши вопросы. Итак, здесь мы. Первый вопрос для начала. Что для вас любовь? Ой, это такое ёмкое понятие. Ну, я даже не знаю. Взаимоуважение, прежде всего, наверное. Мне, наверное, больше нечего ответить. В любом случае, это взаимоуважение. Дальше можно было найти очень много каких-то эпитетов, которые связаны с этим словом. Какая-то ласка, какая-то забота. Но первое – это просто взаимоуважение. Итак, Вадик. Итак, есть очень много слов, которые вы можете объяснить, что вы имеете в виду любовь. Но основное и первое – это взаимоуважение. Уважение. Уважение. Респект. Да, это основное. Окей, можно дальше. Теперь можно вытягивать. Теперь можно вытягивать. Окей. Почему вы думаете, что там так много красивых женщин в Украине? Как вы думаете, почему так много красивых женщин в Украине? Может быть, даже не соглашусь, что их очень много красивых. Спасибо. Можно ответить так? Можно. Да? Можно это вот как-то. Может, не сделает какой-то не совсем положительный. Но я не соглашусь с тем, что написано. У нас женщины в силу, наверное, вот теперешних какого-то экономического положения не всегда могут себе много чего позволить. Соответственно, из-за этого они какие-то очень грустные, печальные, уставшие. Да. Ну, поэтому это не то. Да, то, что там написано, это неправда. Очень мало каких-то позитивных. Правда. Правда. Очень мало. Дополнение. Хорошо. Она сказала, что, наверное, это не правда сегодня. Потому что, debido к экономической ситуации и социальной ситуации в Украине, все женщины беспокоятся. Они не могут позволить себя делать много чего-то, например, как makeup или что-то доброе для себя. И поэтому они всегда устали и не счастливы. И это причина, почему нет так много красивых женщин в Украине. Еще маленькое дополнение. Вот душа. Душа у нас красивая. Она жаждет многого, побольше. А вот внешне мы просто не всегда можем себе это позволить. Но мы все красивые душой, да? Но все украинские женщины очень красивые в их душах. Так что, может быть, с вашей опытом, ты не можешь всегда быть красивым в украине, но так всегда красивым. Можно дальше? Дальше. Читайте. Окей. У вас есть какие-нибудь подруги, которые могли бы себе позволить выйти замуж за иностранца, и просто уйти из Украины, и иметь лучшее жизнь в других странах? У вас есть какие-нибудь подруги, которые могли бы себе позволить выйти замуж за иностранца, только для того, чтобы выехать из Украины, и жить лучшее жизнью в другом месте? Чи знаете вы таких женщин? Ну, у меня есть многие девочки, которые вышли замуж и живут очень успешно. Ну, выйти замуж не по любви, а вот именно только для того, чтобы выехать из страны? По-моему, с учетом сегодняшней ситуации, нужно и просто так выехать из страны, не обязательно за это выходить замуж. Ну, не знаю. Мне кажется, я бы не смогла. Но это лично мой пример. И насчет других я не скажу, но это какой-то такой очень ответственный шаг. Когда, может быть, мне там было... Нет, даже и в 20 лет ты этого не сделаешь, когда тебе 30... Ну, не знаю. Ну, это такой какой-то... Мне не нравится этот вопрос. Какой-то он такой с подрохом, и, можно так сказать, вот ни о чем. Ну, очень какой-то такой... Ну, а это вопрос за то, чтобы выяснить вообще, типа, способны на це украинские женщины или нет? Ой, да, не только украинские женщины способны. По-моему, это вот, ну, в силу характера, в силу каких-то там человеческих качеств можно сделать все, что угодно, и нельзя там какие-то проводить аналогии именно с украинскими женщинами. Ну, это какая-то дискриминация. Ну, это в моем понимании. Может, я где-то что-то не понимаю, но для каждого народа можно найти и темные стороны, и у женщин тоже. Хорошо. Хорошо. Итак, для нее это неизбежно, что делать такие вещи, но, конечно, могут быть такие женщины в Украине, но это не что-то common, и это не что-то неизбежно в нашей культуре, и, по-моему, сегодняшний день, вы можете просто уйти из страны 自身, не выживаться, потому что украина очень ответственная штука, и это не достаточно, чтобы уйти из страны, чтобы уйти из страны. Окей, можно дальше? Да, дальше. Если бы вы любили человека из другой страны, вы бы приехали в Украину жить, и какие ваши три самых больших страха с приводу перехода в другую страну? Мне кажется, если бы я любила человека, то у меня без страха в него было. Окей. Да. А по поводу переезда в другую страну тоже? Нет, абсолютно нет. Я такой вот коммуникабельный человек, рождённый в эпоху миллениалов. То есть, ну вот я, я готова. Окей, нет проблем, чтобы уйти в другие страны. Окей, нет проблем, чтобы уйти в другие страны. Окей, Ой-ой-ой. Так, ладно, поднял. Это моя. Как вы думаете, что украинские мужские украинские мужики задают своим друзьям? Почему вы думаете, что они это так делают, и, если бы ваш человек вам задали, вы бы это приняли, или разлучились? Значит, смотрите так, я сейчас отвечаю, может быть, это будет совсем нестандартно и тому подобное, но я физической верности не существую, но это как по мне, и когда мне было 20 лет, у меня были какие-то такие убеждения, ну, может быть, какие-то, ну, в силу возраста, в силу максимализма, что нет, никогда, я бы этого не простила, да, может быть, очень много каких-то вот, ну, пунктиков, почему сделала это мужчина, это делают не только мужчины, это делают и женщины, но я бы простила, а лучше, если бы я этого не знала, это было бы вообще замечательно, но слишком какие-то устраивать там плач Ярославный и бросаться под поиск, как Анна Карина, я бы не делала. Да, да, да. So, when she was 20, it was really unacceptable, due to some maximalist views, you know, just one love and forever and that's all, but now in her age, you understand that everyone can cheat and everyone is cheating and there is no physical... Верность, ешь таки слово. Мне кажется, у меня такие вопросы, у меня никто ничего не даст, судя по тому как я отвечаю. Но это же не важно, как вы отвечаете, важно, что вы отвечаете. Какая нормальная вековая разница в Украине между человеком и дружиной? Мне кажется, у нас, наверное, очень много... Нормально как для меня, для моего понятия, или нормально как для отца? Ну, в основном, мы женимся студентами как-то по молодости, поэтому мы там либо одноутки, либо какая-то небольшая разница. Может быть, это присуще как нашим маленьким городкам, поэтому у нас небольшая разница. Ну, в силу, допустим, мегаполиса, там девочка в 20 можно выйти за 50-летнего, поэтому я вообще, ну, как для меня, когда ты любишь мужчину, или когда ты влюблен в женщину, не существует возрастных ограничений. Даже с разницей в 10, там, и в 20 лет, и тому подобное. Но ты просто об этом не думаешь. И я человек, который не живет наперед. Я хочу жить сейчас, здесь и сегодняшним, настоящим. Ну, а для того человека, который живет настоящим, ну, не существует возрастных ограничений. Хорошо. Хорошо. Ну, наверное, это немного зависит от типа города, где ты живешь. Например, в Суммуи, в маленькой городе, люди結婚, когда они молодцы. Так что, они возрастают их собственные годы. Так что, если... В больших городах, в данном случае, это коммунение, что годы может быть очень-очень большая. И для нее, она не думает, что это действительно важно. Так что, она человек, который пытается жить только на сегодняшний день. И не важно, кого она любит сегодня. Это все. Хорошо? Сколько у меня там, я? 3, 4, 5, 6 получается вместе с тем, что... Хорошо. Что для вас больше важно, ваша семья или карьера? Что для вас больше важно, ваша семья или карьера? Такие провокационные вопросы. Нет, ну, это какой-то вопрос такой, на него не ответишь однозначно. Ну, понятно, что семья и поддержка, и мне кажется, так ответит большинство. Ну, и карьера, это ступенечка маленькая, которая поможет моей семье обрести уверенность в завтрашнем дне. Поэтому я не разделяю эти понятия. Вот так. для того, чтобы сделать свою семью лучше, чтобы поддерживать свою семью. И это не что-то, которое вы можете разделить. Окей, дальше? Все. Давайте последний. Окей, последний. Вытаскайте. Да, последний. Я ухожу. Окей. У вас уже такой буф? Да. Можно еще один? Давайте. Окей. Что вы думаете о феминизм? Вы больше феминистом? Вы больше феминистом? Или вы prefer традиционные ценности в будущей семье? Что вы думаете про феминизм? Чи вы схильны до этого? Чи вы поклонница традиционных взглядов в семье? Ну, опять же. Такое, какое-то у меня половинчатое мнение по этому поводу, да. Ну, наверное, я больше сейчас скажу каким-то банальную вещь. Наверное, затрадиционной. Но есть такие моменты, когда вообще женщина должна рассчитывать в первую очередь только на себя. Ну, как-то это нам потом поможет, когда все будет очень плохо, ты будешь знать, что у тебя что-то есть за плечами. Ну, вот как-то так, да. Опять, такое вот половинчатое. Хорошо. Итак, 50-50. Потому что, конечно, семья важна, и традиционные ценности важны. Но в современном мире женщина может быть уверена только в себе. И в Украине, в самом деле, это очень common view, что женщина должна заниматься в себе, и не верить в кого-то, и не верить в кого-то. Итак, это просто 50-50. Все, спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошо, спасибо. Так, семь вопросов. Хорошо, и не забудьте, что у нас есть телефонный номер. Театльный номер 206-801-1371. И вы можете звонить в любом случае, и наши коллеги будут рады вам помогать, с любым проблемам или вопросам, которые у вас есть. И также, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы бы хотели бы ответить сейчас, просто пишите их в комментариях, и мы также сделаем это. И мы нашли еще одну девушку. Поехали. Привет. Окей. Система такова. Ну, ты бачила, наверное, да? Ты стоишь вопрос, я его перевожу. Ты отвечаешь, я опять перевожу. Чи ты на английском могу? Нет, честно. На польском еще как. На английском не моя. Окей. Итак, первый вопрос, который мы задаем всем. Что для тебя любовь? Для меня любовь – это когда взаимные чувства именно от мужчины и от женщины происходят, такие как флюиды. Им просто хорошо, что они находятся вместе, они в тишине могут просто кайфовать от того, что они просто рядом. Им не надо там ни куда-то ехать, ни что-то делать, а просто держаться за руки и смотреть друг другу в глаза. Вот для меня это любовь. Окей, для нее любовь – это просто коммунные чувства, когда ты можешь просто сидеть с человеком, без любого слова, ты не хочешь идти куда-то, или не нужно идти куда-то, чтобы чувствовать комфортно. Ты чувствуешь комфортно с этой человеком, просто держать руки и смотреть глаза в глаза. Так, это любовь. Так, теперь можно включить. Что для вас больше важно, ваша семья или карьера? Это такой неоднозначный вопрос, потому что для большинства людей, конечно же, семья в приоритете. Потому что семья – это люди, которые тебя любят, которые могут тебя поддержать и в трудную минуту дать тебе руку помощи. А карьера – это то, к чему ты стремишься, это твое любимое дело и то, в будущем, чем ты хочешь заниматься. То есть это неоднозначный вопрос. Для меня все же важнее семья, там, где я чувствую любовь от своих близких, и там, где я себя могу прекрасно чувствовать. Хорошо. Так, это сложный вопрос, потому что семья – это место, где ты любишься, и все могут поддерживать, и все могут помочь. И, на самом деле, карьера – это то, что ты хочешь сделать всю свою жизнь. Так что это сложный, но, конечно, для большинства, семья – это очень важный и традиционный. И для нее тоже. У тебя есть какие-нибудь подруги, которые, как ты думаешь, могли бы выйти замуж за иноземца просто для того, чтобы выехать из страны и жить в другой стране? Именно мои подруги. Да, каких-нибудь. И вообще знаешь кого-нибудь? Да, есть такие подруги, которые просто мечтают удачно выскочить замуж и быть обеспеченными, и, в принципе, себе шиковать и ничем не заниматься. Я считаю, что это все-таки неправильно. Ну, за границей тоже можно достичь самому всего, и тебя могут просто заметить за то, что ты человек, который себе ставит цели, и поэтому иностранец и так может на вас клюнет за то, что вы так красивая и самодостаточная, а не из-за того, что просто люби меня, купи мне машину, я буду сидеть с тобой дома и ты не будешь такая прекрасная. Окей, может быть, вопрос не о немецком, а о немецком, а о немецком, который кто-то пытается получить, просто получить влюбленную, и не делать ничего, просто сидеть в доме и приобретать, и приобретать. Это не только о немецком, но и о немецком, но и о немецком. И она думает, что это действительно плохая женщина, и это не так, что вообще не правильно. Окей, презентация. Вы предпочлили украинского человека или украинского человека? Почему? Вы предпочли выйти замуж за украинского человека или иноземского человека? Наверное, за гражданина другой страны, потому что для меня более интересны именно люди, которые живут за границей. Они более открытые, более, именно, им есть что мне сказать. То, чего... тут в Украине я знаю и так, все прекрасно, а именно житель другой страны может мне что-то интересное рассказать, и мы просто можем поговорить на другом языке с ним. То, чего не можем позволить себе в Украине, потому что многие из нас не знают английского или больского или немецкого языка. А там это возможно и для саморазвития. Окей, она бы предпочитала для украинцев, потому что украинские люди более открыты, и более широкая. И это очень интересно даже, общаться с людьми из другого страны. просто для... потому что это интересно, потому что это разные культуры, и вы всегда узнаете и обнаружите что-то новое, и вы можете просто говорить другую языку, и в Украине около 80% людей не говорят английский или другую языку. Это интересно даже для себя взрослого. Окей, ты prefer to marry an older man? Why how much older than you can he be? ты хотела выйти замуж за человека старше, чем ты, и на сколько старше может быть твой человек? мой мужчина мог бы быть старше меня максимум на лет 5-7, это такая именно зона, которая разрешается для людей в возрасте но не старше 10-15, потому что для меня люди которые старше на меня 15-20 лет они для меня как дедушка или просто как знакомый хороший взрослый который может мне подсказать что мне сделать именно жить с таким человеком и любить тем более я бы его не смогла именно как своего близкого она любит старше но не много старше около 5-7 лет но не более чем 10 потому что может быть 15 лет ты думаешь это не как человек который можно любить и следующий следующий год это не смысла что важнее для тебя семьи или карьера я думаю уже было последний сделаем тоже было только если любишь человека из другого страны какие большие страхи есть любишь человека из другой страны если я любила человека я решила переехала именно к нему знаю уверенно свою безопасность где я буду находиться есть ли кровь над головой все ли в порядке у него документы не какой-то маньяк который затачит меня и убьет спокойно не 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 все спасибо 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 и мы не 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 нам не что не не что не многие